Юнормейцы и социальные работники навестили одиноких пожилых людей. Визит нанесли в рамках патриотического проекта «Связь поколений». Он направлен на укрепление связей молодого поколения со старшими. К всероссийской акции Ингушетия присоединяется не в первый раз. Репортаж Амины Боковой. Внимание к пожилым и в радость к себе. Таков девиз всероссийской акции «Связь поколений», к которой наша республика присоединилась одной из первых. Вооружившись лопатами и граблями, отряд юнормейцев помогает одиноким пожилым людям прибраться во дворе, в огороде и дома. Сделать всю ту работу, которую самостоятельно пенсионеры осилить не могут. Тамара Нанаева с радостью встречает гостей и обозначает фронт работы. 69-летняя женщина живет одна. Детей у нее нет, а мужа не стало несколько лет назад. Самостоятельно справляться с повседневными делами Тамаре сложно из-за проблем со здоровьем. Поэтому неожиданному появлению волонтеров она очень рада. Анастасия, директора «Связь» Юнормейцы с большим воодушевлением помогают бабушке. Первым делом ребята взялись за уборку огорода. Зарос уже огород ее, обрезку деревьев провели сегодня, убрали лишние отростки, убрали огород граблями, очистили, сложили металл. Очень было приятно помочь. Хочется сказать, чтобы все помогали одиноким старушкам, дедушкам. Так как сегодня, например, мы пришли к нездоровой больной бабушке, она сама не смогла бы это сделать. В Большом Субботнике принимают участие и работники социальных служб. В этом дворе они далеко не гости, поскольку часто проведывают бабушку. Помогают ей с покупкой продуктов, лекарств. Теперь и с уборкой в огороде, которую затеяли участники движения юнармия. Это уже второй адрес. На той неделе мы были в городе Молгобек. У бабушки ей 90 лет, она очень много рассказала интересного про свою жизнь. Ребята слушали. Самая главная проблема у одиноких, у стариков, у пожилых людей, оказалось, это не уборка дома, уборка, помыть посуду. Для этого у них есть и соседи, и соцработники. А именно оказалось, что это обрезка деревьев и очистка прилегающей территории. И поэтому мы связались с соцработниками. Пока что это город Молгобек и Молгобекский район, но я думаю, что и остальные города и районы тоже подключатся. Молодое поколение всегда с радостью приходит на помощь пожилым людям и инвалидам. Ребята знают, что поступают правильно. Ведь услышать слова благодарности и увидеть на лице у бабушек и дедушек улыбку – для них лучшая награда. Помогать одиноким пожилым и людям юнормейцы планируют не только в рамках всероссийской акции «Связь поколений», но и сделать это доброй традицией. Амина Бокова, Магомед Идигов, Новости 24.